МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдибеков предложил предпринимателям брать пример с Дональда Трампа. По словам главы карагандинского региона, проблему нехватки жилья для медиков и других специалистов нужно решать путем строительства арендного жилья. 25-летие независимости посвящается. В Караганду прибыл поезд Тайюльсес-Казахстан. В составе делегации представители многих министерств, а также высококвалифицированные врачи узких специальностей. Зима ожидается суровой. Руководители областного департамента по чрезвычайным ситуациям объявили о готовности работы всех экстренных служб. В нашей области врачи не хотят работать в сельских районах. По итогам 9 месяцев дефицит кадров в медицинских организациях области составляет 70 единиц. К концу года эту цифру планируют снизить до 60, а в последующем и вовсе устранить. Вопрос привлечения медицинских кадров обсуждался на совещании в Акимате региона. Нежелание работать в сельских районах, по словам главного врача области, обусловлено отсутствием жилья и других перспектив. В последние годы этому вопросу уделяется особое внимание. Власти рассматривают различные варианты привлечения специалистов. Несмотря на существующую нехватку медицинских кадров, Карагандинская область по-прежнему занимает одно из лидирующих мест республики по обеспеченности врачами. Сейчас в системе здравоохранения трудятся более 14 тысяч медработников. Кроме того, для оказания государственного объема бесплатной медицинской помощи привлечена 41 организация частной формы собственности, кадровый потенциал которой оценивается порядка 2000 медицинских работников. За последние три года в систему здравоохранения привлечено 543 врача. В текущем году трудоустроено 254 молодых специалиста. В этом году согласились работать в сельских районах всего 28 молодых специалистов. 32 врача прибыли в регион из вузов других областей. Вместе с тем, с 2014 года медицинские организации области начали подготовку специалистов в резидентуре. А это значит, что по истечении двух-трех лет в Караганде будет приток врачей по узким специальностям. В селах медицинским работникам выплачивают подъемные и снимают квартиры. Некоторые районы предлагают служебное жилье. В текущем году в Жанаркинском районе отремонтировано пустующее помещение бывшей сельской врачебной амбулатории, где уже проживают две молодые семьи. Завершается ремонт четырех квартир за счет средств поликлиники в городе Шахтинске. На 2017 год из средств местного бюджета выделено 60 миллионов тенге для восстановления 13-ти квартирного подъезда в городе Балхаше. Несмотря на проводимые работы, в ряде городов и районов проблема дефицита кадров остается актуальной. В Тимиртауне хватает 20 врачей. В Балхаше – 17, в Жасказгане – 10, в Садпаеве – 8, в Каркарлинском и Шетском районах – по 6, а в Жанаркинском районе – 5. Глава региона поручил местным исполнительным органам провести юридическую очистку бесхозных домов и выдавать их медикам. Вот обеспеченность кадрами там, если видели вроде выше среднегреспубликанского показателя, но если там проанализировать, то явно видна зависимость от того, если в регионах есть высшее учебное заведение медицинского профиля, то там и насыщенность кадрами выше. Поэтому у нас вот есть наш университет медицинский и у нас выше. Но мы должны полностью тогда закрыть. Также глава региона отметил, что жилье для врачей нужно строить по программе государственно-частного партнерства. В пример глава региона привел американского политика и бизнесмена Дональда Трампа, который в свое время заработал многомиллионный капитал, строя и сдавая дома в аренду. Айам Амрина Улжас Габасов Андрей Тимофеев, первый Карагандинский. В среднем почти на 10% снизилась преступность в Карагандинской области. Такие данные по итогам 9 месяцев озвучил начальник местной полицейской службы Жалгоспай Жакаев. Совещание состоялось в Тимиртауском управлении внутренних дел Тимиртау под председательством первого заместителя Акима области Ассалбека Дюсеваева. Первым объектом посещения стал зональный пункт полиции номер 6. Затем первый заместитель Акима области посетил УВД города Тимиртау, где провел совещание об итогах работы местной полицейской службы области за 9 месяцев текущего года. Заседание прошло с участием Акимов и начальников местной полицейской службы городов Сарань, Шахтинск, Абай и Бухожираусского района. Что изменилось у вас в регионе, в том или ином регионе с передачей или созданием местной полицейской службы? Вот на этот вопрос нам предстоит, может быть не по итогам сегодняшнего доклада, но по итогам года нам вместе с вами предстоит отвечать на этот вопрос, как перед населением, так и перед руководством. Что изменилось и какие есть минусы и плюсы? Согласно информации начальника местной полицейской службы Жалгазбая Жакаева, по итогам 9 месяцев на территории области сократилась регистрация общеуголовных правонарушений, в том числе и тяжких, и особо тяжких видов. Также сократилось количество разбойных нападений, грабежей и хулиганства. Аварийность на дорогах области снизилась на 15%, а также число лиц, погибших при ДТП, на 18%. В целях решения вопросов разработан план на 2017-2019 годы по поэтапному материально-техническому обеспечению местной полицейской службы ДВД области. В бюджете области предусмотрены средства на ремонт участковых пунктов полиции, приобретение автотранспорта и так далее. Безусловно, реализация комплекса организованных и практических мер оказала определенное положительное влияние на состояние правопорядка в регионе Карагандинской области. Криминогенная обстановка на территории области в целом остается стабильной. По итогам 9 месяцев текущего года на территории области сократилась регистрация общеуголовных правонарушений на 9%, в том числе из них тяжких и особо тяжких на 0,5%. Меньше совершенных разбойных нападений на 26%, грабежей на 20%, хулиганств на почти 40%. Первый заместитель Акима области Аслабек Дусибаев подвел итоги работы МПС области за 9 месяцев текущего года. При этом он выслушал предложения Акимов регионов и личного состава местной полицейской службы по взаимодействию с местными исполнительными органами и улучшению качества работы. По итогам совещания Аслабек Дусибаев дал поручение начальнику местной полицейской службы и Акимам городов Караганды и Тимиртау рассмотреть в установленном порядке вопрос по установке прозрачных стеклянных опорных пунктов полиции, по примеру Грузии. В планах установить подобные пункты в Караганде и Тимиртау. Лариса Хусынова, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде на перроне железнодорожного вокзала торжественно встретили состав поезда Таульсес-Казахстан. В торжественном митинге приняли участие представители общественности, молодежи, областной ассамблеи народа Казахстана. Здесь же на перроне устроили концерт. Железнодорожный состав Таульсес-Казахстан стартовал 1 ноября из Астаны. В вагонах разместились представители семи министерств и трех национальных компаний Казахстана. Это квалифицированные специалисты, министерств здравоохранения, юстиции, образования, сельского хозяйства и многие другие. На перроне Карагандинского вокзала гостей осыпали традиционным шашу. За четверть века Казахстан сделал большой рывок вперед. Об этом на митинге заявил Аким города Нурлана Убакиров. Наша страна стала одним из ключевых государств Евразии, чье мнение имеет солидный вес в мировой политике. Независимость – это прежде всего и экономическая состоятельность страны. Благодаря единству и сплоченности нашего народа создано современное, сильное, динамично развивающееся государство, которое вышло на качественно новый этап государственного строительства. Караганда – первый город, в котором пояс Таульсес-Казахстан сделал остановку. Руководитель штаба Амиржан Альпийсов отметил, что Карагандинская область – это не только центр индустрии, это образец дружбы народов. Караганда – это не только центр индустрии. Караганда – это образец межэтнических отношений. Караганда – это показатель дружбы народов. Также Караганда – это место, где воспитывался, где начинал свою трудовую деятельность первый президент Казахстана. То есть именно отсюда начинается наше мероприятие. Руководитель штаба также отметил, что акция несет социальную миссию. В составе делегации 271 человек. Из них больше 70 – это медики, специалисты высокой квалификации. В Караганде участники поезда пробудут двое суток. В программе – личные приемы, консультации по вопросам в сфере образования, медицины, социального обеспечения, юриспруденции. Состоится встреча в Доме дружбы. Будут проведены беседы и лекции, посвященные национальной идее Менгели Кьель. Из Караганды поезд отправится к жителям Актугайского района, а финиширует 14 декабря в Алматы, где состоится грандиозный концерт в честь 25-летия независимости страны. Жительница Караганды Мирверт Асшербекова заявила о коррупции в местных исполнительных органах. По словам Карагандинки, из-за чиновников она лишилась квартиры и прописки. Об этом она заявила на общественном приеме в Нур-Отане. В этот раз прием граждан провели государственный секретарь Гульшара Абдыхалыкова, депутаты Мажелиса и члены Ассамблей народа Казахстана. Они прибыли в Караганду на специальном поезде Товельсис, Казахстан. Мирверта Асшербекова пришла в общественную приемную с жалобой на работу чиновников и органов прокуратуры. По словам Карагандинки, в результате незаконных действий местных исполнительных органов она и ее дети остались без крыши над головой. Чиновники якобы признали ее жилье и квартиру дочери бесхозными и перепродали через третьих лиц. При этом автоматически выписали владельцев. Оно как подделано документами и отобрали квартиру. Якобы у меня деньги, договор задаток, шесть договор задаток приготовили. И с одной купли-продажей мои квартиры, дочки на квартире, мою сарай, гараж, земляный участок, все на буты регистрированы в одном реестре. Все машинники друг другу передали, теперь оконцовкой брошенные сделали. Гульшара Абдекаликова и депутаты Мажелиса обещали разобраться в этой проблеме. Всего на прием записались 15 человек. Они обращались к членам комиссии с разными проблемами. Одни жаловались на чиновников, другие на сотрудников правоохранительных органов. Мы приехали специально, чтобы узнать о насущных проблемах. Все обращения граждан были взяты под контроль. Вместе с нами в общественной приемной работают представители прокуратуры и других ведомств. Они обязаны отреагировать. Поезд Таульс из Казахстан будет путешествовать по стране 43 дня. За это время члены комиссии посетят практически все регионы страны и проведут более 140 заседаний. Айя Мамрина, Жаксылак Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. С наступлением зимы работа спасателей усложняется. Сегодня актуальны три вопроса. О готовности к зимнему периоду, об отопительном периоде и о безопасности на водоемах. Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям постарались предельно точно разъяснить ситуацию о подготовке на специальном совещании. Самая острая проблема на сегодняшний день – это несоблюдение элементарных правил безопасности. Спасатели ведут активную работу по информированию населения. Часто проводятся агитационные и разъяснительные мероприятия. Организовываются месячники пожарной безопасности. Только за первый месяц отопительного сезона по Карагандинской области зарегистрировано 227 пожаров. Особую тревогу вызывает количество пострадавших в результате отравления угарным газом людей. Это происходит в результате нарушения правил пожарной безопасности при использовании печей. За истекший период года по области зарегистрировано 36 пострадавших, из них 15 детей. Погибли при этом два человека. Пожары в результате умышленных поджогов – 12. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов – 7. Четыре пожара зарегистрированы в результате самого сгорания веществ и материалов. И также четыре связаны с нарушением правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Наибольшее количество пожаров с начала отопительного периода зарегистрировано по причине неосторожного обращения населения с огнем. Это 79 случаев. Надо отметить, что ежегодно констатируем увеличение количества пожаров в жилом секторе по причине нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, а также нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Кроме проблем с пожарной безопасностью, на брифинге рассказали и о правилах поведения на водоемах в зимний период. Только за октябрь зарегистрировано два случая гибели людей на водоемах Октябрьского района. Страдают в основном любители рыбалки, которые не соблюдают правила техники безопасности. Запрещается выходить на неокрепший тонкий лед. Лед как минимум для нахождения человека на льду должен быть не менее 10 сантиметров. Соответственно, запрещается рыбакам, либо другим лесам находиться на льду, где имеются трещины, промоины или собираться группами несколько человек на тех же участках и на неокрепшем тонком льду. В обязательном порядке любителям рыбной ловли должны при себе иметь индивидуальные средства, тот же хотя бы подручные средства, кусок пенопласта, чтобы в случае какой-то экстремальной ситуации могли удержаться до прибытия помощи на льду. В целях обеспечения готовности к зимнему периоду департаментом под чрезвычайным ситуациям области проведены несколько плановых мероприятий. К примеру, все сотрудники, а также транспорт и техника с 1 ноября перешли в режим повышенной готовности. Кроме того, трассовые и медико-спасательные пункты филиала Центра медицины. Катастроф по области готовы к работе в зимних условиях. Предусмотрено их использование в качестве пунктов для обогрева. Создан запас лекарств и средств жизнеобеспечения. Асер Сазанбаева, Ужас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 105-летний юбилей Касыма Манжолова отпраздновали в многопрофильном гуманитарно-техническом колледже. Коллектив учебного заведения и студенты факультета казахского языка и литературы провели творческий вечер памяти выдающегося деятеля. Гостями мероприятия стали и молодые поэты, и почетные граждане области. Пять лет назад столетний юбилей Касыма Манжолова праздновали на уровне республики. Тогда в городе был установлен его памятник. Студенты многопрофильного гуманитарно-технического колледжа решили самостоятельно отметить его нынешний юбилей. Они не только декламировали его произведения, но и рассказывали о его жизни и творчестве. Студенты хорошо вошли в образы великого деятеля. Они даже показали собравшимся постановку. По словам организаторов, мероприятие также приурочено к 25-летию независимости страны. Наша цель – пропаганда творчества Касыма Манжолова. Наши студенты должны знать о жизни и деятельности этого великого человека. Недавно в колледже был проведен конкурс «Эссе» среди учащихся и школьников. В нем приняли участие более 50 конкурсантов. Победители получили свои награды именно сегодня. В качестве главного приза – скидки и льготы на поступление в колледж. А Ямамрина Жасулама Кулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok